Здравствуйте всем! Сегодня 23 февраля 2022 года. Ну и опять я здесь со своими видео. Попытаюсь сделать сейчас два видео. Сначала хотела одно, но потом подумала. Думаю, наверное, такое длинное-предлинное получится. И решила сделать два маленьких коротеньких видео. Вот, значит, это видео будет у меня немножечко так обо мне, о моем, как сказать, о моем дне, о моем рассказе. Ну, немножко позитивный рассказ хотелось, позитива, что-то хорошее хотелось опять же рассказать. Так, ну смешите, вроде как я больше пока не буду никого. Вот, а рассказать, сказать, что я хотела, в общем-то, сказать. Ну, опять же, хочу, как обычно, поблагодарить всех-всех-всех за хорошие, добрые комментарии. В общем-то, все очень здорово и хорошо. Люди все чудесные у меня. И еще, что я хотела сказать. В моих комментариях часто, значит, ну, мне пишут и справедливо пишут, что не слышно у меня. Я еще раз повторяюсь, я извиняюсь. Я все это принимаю. Я сейчас подбираю себе, оказывается, это не так просто, микрофон. Это оказалось тоже непросто. Я боюсь ошибиться с разъемом микрофона. Хотела заказать по интернету, но что-то я очень боюсь, что вот этот разъем, как сказать, разъем моего телефона не подойдет с разъемом микрофона. Вот не знаю, надо посмотреть, хорошо этот вопрос изучить. То есть не так просто оказалось. Ладно, это значит, я учту, это я исправлю. Стараюсь говорить громче. Еще у меня такой тут как-то комментарий был тоже, что, ну, вроде, ну, это тоже не один, что я много двигаюсь. Вот я двигаюсь много. Ну, милые женщины, милые подписчицы, что я хочу сказать. Вы понимаете, что вот эти все наши видео, они домашние. Как я понимаю, что как вы понимаете, как я знаю, что когда мы, допустим, репетируем какой-то спектакль, какой-то там, ну, я не знаю, какую-то, наверное, передачу, программу, я не знаю. Я про программу ничего не знаю, про передачу ничего не знаю, но знаю, когда мы что-то вот хотим, ну, на сцене, допустим, ну, выступает какой-то спектакль или какое-то, ну, там, я не знаю, шоу, что-то еще. Мы делаем очень-очень много репетиций. Вот насколько я знаю, вот из своего личного опыта, ну, минимум, минимум 20 репетиций, а бывает и больше. То есть репетируем, 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 чтобы вот подать что-то такое очень-очень, ну, красивое, шедевральное такое. Это нужно репетировать, репетировать и репетировать. Даже вот игра на пианино, простая игра на пианино, она требует репетиции. Трудно сразу что-то такое без репетиции сыграть. Это все, все знают. Даже фильмы, как вы тоже знаете, имеют, когда фильмы снимают, имеется несколько дублей. Вот. А все мои вот эти домашние видео, это я записываю, ну, как сказать, спонтанно, из головы. То есть все это так вот приходит, как-то вот рождается. Нет у меня времени по 10 раз переписывать. Ну, во-первых, их ни у кого нету. Вот. И представляете, если я буду каждое видео, допустим, ну, переписывать по 10, там, по 15 раз. Ну, вот так получилось, значит, так получилось. Ну, вот двигаюсь, ну, значит, двигаюсь. То есть вот это нужно как, знаете, как, ну, нравится или не нравится. Я уже об этом много говорила. Это без обиды, я ни на кого не обижаюсь. Я все понимаю, мы все люди, господи, мы все люди. Вот. Ну, в общем, это вот я сказала. То есть будет у меня ошибки, будет у меня где-то что-то, может быть, я и неправильно скажу. Ну, вы знаете, иногда просматривают свои видео, и столько я нахожу, действительно, я ошибаюсь иногда. Вот я говорю и думаю, боже мой, ведь сказала не так, удаление не так поставила. Ну, наверное, была бы я там какая-нибудь, ну, вот такая вредная такая вот комментаторша бы. Наверняка бы я, вот я бы, ну, нет, я бы не написала. Ну, возможно, вот был бы у меня такой плохой настроение, может, кому-то бы и написала. Нет, я не написала бы. Вот лично я бы нет. Но все понимаю, все хорошо понимаю. Вообще рассказать, что хотела сегодня. Ну, первое я хотела сказать. Вчера смотрела тоже у нас такой магазин, все его, конечно, знают, кто живет во Франции, не во Франции, тоже они его знают. Это магазин Lidl. Смотрела я проспект этого Lidl. Смотрела, смотрела, а мне так хочется, вы знаете, так хочется лимон. Вот захотелось мне деревца лимона. Вот. И смотрю, в этом Lidl продаются, написано там лимон, цитрусовый, еще что-то. И совсем недорого, около 10 евро. Утром так это с мужем кофе пью. Он знает, что я очень долго утром собираюсь, очень долго привожу себя в порядок. Это у меня целый ритуал. И я так это робко ему говорю, не мог бы ты поехать в магазин Lidl и кое-что купить. Он говорит, что ты хочешь купить? Я говорю, вот показываю ему в этом проспекте, что я хочу вот этот вот лимон купить. А он говорит, конечно, конечно, нет проблем, проблема, я съезжу, быстренько собрался, съездил. Я пока в душ пошла, приводить себя в порядок, слышу, уже он вернулся, там ходит, что-то делает. Ну, я выхожу из своего душа, ну, и говорю, ну, что, он тоже такой радостный забегает и ко мне тут это, ну, практически в душ тут врывается. И говорит, ты знаешь, вот такая вот, пришел я, оказывается, там уже их нету, этих лимонов. Потом, говорит, стал говорить, там женщина с продавцом, и она говорит, вы знаете, у нас только там шесть штук поступило, и тут же расхватали, разобрали. Прямо утром пришли люди и разобрали. Вообще, это, говорит, были не лимоны, а какие-то цитрунель, как-то так называется, это, говорит, что-то другое там. Ну, в общем, не совсем лимоны. Я так думаю, цитрунель – это лайм, мне так кажется. Ну, в общем, короче говоря, он мне рассказывает, а я так все больше и больше расстраиваюсь, он, видимо, видимо, на моем лице написано, что я уже расстроилась практически. Говорю, да, ты не купил. Он говорит, слушай дальше историю. А потом эта женщина, эта продавщица, говорит, ну, сейчас я пойду на склад и посмотрю. Ну, может быть, какие-то там сток остался, ну, я не уверена вообще, что этот цитрунель этот остался. Побежала она, говорит, на склад и выносит два деревца. Вот. Ну, и мой Жан-Люк, конечно же, одно купил и мне принес. Вот он. Вот оно. Такое маленькое деревце. Называется цитрунель. Я думаю, это лайм. Почему-то прямо уверена, что это лайм. Ну, вот теперь нужно как-то правильно, он говорит, смотри в интернете, ищи, может, найдешь, как за ним ухаживать, чтобы оно там подросло, выросло. И вот такие лимончики маленькие давала. Ну, вот. Рада я сегодня прямо очень-очень. Буду вот сейчас рассказывать, сейчас, может быть, это видео закончится, буду еще рассказывать, у меня есть такая история, ну, тоже позитивная, о любви. Сейчас это закончится видео, я новое сделаю. Видео о любви. Видео о любви. Я встретила своего бывшего одноклассника. Ну, в общем-то, до этого как-то я уже его встречала, но мы особо не переписывались. Я тут смотрю, он мне на страничке так конкретно, мне отправил, ну, может, еще каким-то моим одноклассникам отправил. Он, оказывается, у нас и композитор, и поэт, и клипы снимают. Ну, честно, это шедевр. Для меня это шедевр. Музыка такая, муж даже у меня вчера эту музыку прослушал, говорит, боже, это музыка от души, от сердца, а какие он стихи пишет, ну, это что-то невероятное. Это просто, в общем-то, думаю, может быть, однажды, спросила у него, кстати, разрешение, говорю, а что, если я про тебя расскажу в моем видео, и твои стихи, может быть, люди захотят почитать, посмотреть. В общем, может быть, сделаю такое небольшое видео о нем и о его творчестве, потому что, ну, я так считаю, что люди, у кого есть душа, кто любит хорошую поэзию, хорошую музыку, хорошие песни, ну, возможно, будет очень интересно. Вот. Ну, пишите мне комментарии, я буду очень рада, буду стараться отвечать всем. Ну, до следующего видео. Пока-пока. Продолжение следует...